блин представляете память закончилась на телефоне у меня шестерка 6 плюс с там 64 мегабайта этого гигабайта и вот я посмотрел все представляете чем долго мне еще познавать азы вот съемок видео куплю камеру обещаю не знаю когда не могу скачать с деньгами не очень хорошо но думаю это тоже вопрос такой как бы не не думаю что настолько дорого стоит вот в общем давайте я тогда закончу вот осталось чуть-чуть и буду вас долго как бы тут мучить вот hand for red october я вам говорил это единственный картридж стиплеровский я его купил потому что он во мне какие-то ностальгические чувства вызывает у меня есть друг миша вот он сейчас живет сочи мы до сих пор дружим часто видимся то я туда приезжают он ко мне мешает привет если ты будешь когда-либо смотреть чем я не совсем уверен вот и я помню мы он я жил 10 даже на шестом он меня познакомил с такими играми как battle toads и было еще там такая игра bad street про по моему дано bad street называлась про каратиста там тоже не могу найти этот картридж найду обязательно куплю bike of air обязательно куплю у меня нету этот самый ну как хотел сказать оригинального ну дэндивского да вот у меня вшита там вот в эту в новодельную дэнди и играл у него вот в эту мы играли поэтому как-то мне захотелось вот захотелось я купил вот 35 в одной здесь и здесь помп танки battle toads battle toads battle city и игры для пистолета пистолет у меня есть кстати тоже можно тоже называют у меня вызывают чувства да какие-то ностальгические участкам с вами говорю и вспомнил вот открываешь эту приставку там этот картридж на котором нет ничего кроме там танков и пистолетов игр для пистолета wild gunman да как они еще там назывались их детство детство это самое начало 90-х и тут затесался я не знаю новодельный разбирайтесь вы может быть скажете мне в комментариях как у нас принято говорить а вот что это здесь вот такие вот игры вот они разные насколько я понимаю гремель обозначить 22 каратека помню помню сайт байк общем тетрисы и так далее не знаю какой может быть 90-х конца начала двухтысячных новодельных но на совсем уж новодел не похож и помню откуда меня до кучи достался и еще три тиви гейма вот первый вот такой очень хороший купил я его из-за его из-за mighty final fight это по-моему единственная да игра из деньги который я включал и играл вот пытался пройти не прошел после уровень тяжелая ну там соломонов стас очень любит ее вот считает одним из лучших биты мапов игра в общем-то хорошая тоже играл в нее в детстве ну не могу я не прошел то есть по мне так тяжело я сначала за этого играл здорового кто это хэм ну вот потом как бы вот за тех кто помельче и ну не смог это на мне напоминает то как я играл в golden x 3 в детстве я очень был худой всегда все все детство я хотел быть большим по про ну вот здоровым вот был дрищом конкретно и и я всегда выбирал в играх каких-нибудь варваров больших в golden x 3 я постоянно выбирал этого варвара и никогда игру не проходил что медлительный и так далее да у него там как бы силы достаточно в удары вкладывает но уже по моему на новоделе я играл в golden x 3 на сегу естественно в пиратку вот правда в большие боксы 90-х прошел потому что выбрал этого чувака с мечом вот и прошел ну вот а всегда вот просто из-за того что у меня в голове сидело то что я должен хочу быть большим подсознательно хотел и мне надо выбирать больших постоянно ну вот часто мне это не помогало также тут dark wind duck power blade и второй чип и дейл который ну я не как-то вообще в памяти не отложилось ничего вот о нем первый помню второй проходил да но как бы чувством каких-то особых не вызывает вот еще один тв-гейм это contra 6 ниндзя гайден третий дабл драгон 3 и red pick red pick я не знаю что если честно в голове чудеса на виражах крутится но навряд ли вот это л спин дабл драгон 3 я помню там по разным странам сначала все шапку от в японию что-то играли я помню она сложная как бы управление там мне казалось каким-то ну неудобно этот удар на огонь но не непонятный как бьешь вперед он бьет назад я до сих пор не могу как бы вот понять как это там происходит и последний картридж это оттуда же с тех времен когда мы были молодые кого-то не было кто-то был маленьким вот это мир мэйо ну естественно мир мэйд здесь номер мэйо ducktales 2 twin eagle и икаре не twin eagle не икаре я не знаю что twin eagle навряд ли это twin b вот ducktales 2 хорошая такая же хороших как первое вот у меня в голове я не могу их различать у себя в голове месяца дактейлс вот ну естественно в них я не какие-то из этих игр у меня есть на famicom в оригинале какие-то ну очень мало на нас на нас у меня вообще мало раз-два-четыре у меня их 10 4 голыша ой 9 голышей один полный комплект вот ну я просто ну недавно мысль мне пришла собрать все игры на 32x весь ром сет я говорил по моему да благо их всего 40 вот из них 6 на сега 32x сиди x вот я вот только начал не спеша у меня их 5 вот 6 там я уже купил это накал хаотик 9000 стоит в общем то тоже удовольствие не дешевая вот поэтому ну хочется много денег не так много сколько хочется хочется впоследствии как-то я вот тут заказал фотографии по первой мировой войне потом фигурки я там уже заказал сколько-то фигурок сейчас присматриваюсь еще то есть как бы все новые новые интересы открывается ну финансов на все это недостаточно в этом-то и прикол потому что если бы я было бромовичем я бы нахер скупил все авито блять просто заходил бы на гбx и везде блицы ставил не считая но прикол то не в этом прикол в том что ну по своей опять же возможности для кого-то раз полнокомплектный там на фамиком или на снэс или на нэс картридж в месяц купить это уже хорошо я покупал как-то картриджи у парня он у него он горит я начал собирать у меня всего 99 картриджей снэс или супер фамиком полнокомплектных ну то есть для меня это небольшие деньги да для человека большие но опять же там для не знаю там для аники который скупает блять эти приставки ну хотя с 88 восьмого года если собирал бы я да ну не с 88 там 93 у меня бы ну я думаю было бы не меньше вот но опять же если бы кабы история сослагательных наклонений не терпит вот спасибо что вы терпели меня я попробую но видео выкладывать почаще но пока вот будет в таком формате под чаек поэтому поговорить можно обо всем но я пока не знаю как-то вставлять геймплей вот и так далее возможно ну уже на какие-то более серьезные ролики когда-нибудь я сподоблюсь сейчас вот еще одна занятость подвернулась как бы блины поэтому не знаю но хочу поддерживать канал в том виде в каком пока есть поэтому всего доброго признателен что кто-то посмотрит и возможно вспомнит что-то из вот этих вот картриджей и вспомнить что у него это было поймет что ему это хочется и приобретет вот это вот как со вкладышами маха я их увидел все я вспомнил мне вот эта мысль бабам и все я как бы полез в авито нашел купил положил жизнь моя от этого не изменилась но еще одно маленькое желание мая сбылось но не для этого ли мы живем для того чтобы исполнялись наши желания от маленьких до больших вот в общем еще раз всем счастливо с вами был станислав андреевич увидимся